Новости спорта В июне с 11 до 14 часов можно будет сфотографироваться со знаменитой наградой. Челябинец выиграл кубок в прошедшем сезоне в составе ЦСКА. Местеров провел все 20 матчей в плей-офф, набрал 11 очков и стал вторым бомбардиром-защитником лиги. Помимо Нестерова, обладателями кубка Гагарина в составе армейцев стали Максим Шулунов и воспитанник Мечила Михаил Пашнин. А юные челябинские футболисты выявили лучших на областном турнире кожаный мяч. Отбор проходил с мая по июнь. Спортсмены боролись за попадание в финальный этап в трех возрастных группах. Младшая 10-14 лет, средняя 12-13 и взрослая 14-15. Матчи проводили в Челябинске, Варнии и Садке. В общей сложности в них приняли участие более 1 тысячи ребят. В финал пробились 9 команд. Они и разыграли главные награды. Лучшей в младшей возрастной группе стала команда «Физорг» из Челябинска. Она отправится в начале августа на всероссийский финал в Иваново. В средней группе первое место выиграла команда из Южноуральска «Мотор ЮИК». Она представит Челябинскую область в Смоленске в середине августа. А победу и путевку в финал турнира «Волгоград» у взрослых завоевали спортсмены из Латауста. Они поспорят с соперниками из регионов России в начале сентября. Виньяса, флоу-йога, инь-йога, хатха-йога. Этими видами физической активности сегодня обучались челябинцы на бесплатном мастер-классе. Он был посвящен Международному дню йоги. На поле стадиона Колющенко порядка полусотни человек. Уровень подготовки разный. Есть и новички, и опытные участники. Юлия Белимова увлекается практикой уже три года. Рассказывает, влюбилась в нее с первого занятия. От йоги я получаю хорошую физическую форму, спокойствие, красивую походку. Перестали болеть суставы, спина перестала болеть. День йоги в мире отмечают с 2015 года, 21 июня, в день летнего солнцестояния. Инициатором стала Организация Объединенных Наций. Там подчеркивают, стремление гармонии помогает преодолевать стресс, снижает агрессивность и воспитывает взаимоважение. А это помогает становлению мира вокруг человека и внутри общества. В Челябинске день йоги проходит впервые. Занятие длится два часа. Горожане могут попробовать шесть разных видов. Здесь классическое направление йоги хатха. Есть ом-чантинг, есть пранаямы дыхательные практики, гвозди-терапия, а ингара тоже классическое направление. И каждый учитель обязательно может вам рассказать. То есть подойти может к любой человек. То есть у нас установлены штендеры с описанием направления. Человек может подойти к учителю, задать все вопросы. Особый интерес у челябинцев вызывает гвоздотерапия. Это когда человек стоит на площадке из гвоздей. Специалисты предупреждают. Прежде чем начать упражнение, придется хорошо подготовиться. Изучить дыхательные практики и эмоционально настроиться на нужный лад. Кому-то нужно поработать с плоскостопием, рефлексотерапия стоп. Кому-то нужно поработать со своим эго, успокоить свой ум. Все это можно получить здесь на гвоздях. Организаторы планируют проводить подобные открытые занятия все лето. Сегодня в Минске стартуют вторые европейские олимпийские игры. С красочной церемонии открытия. Она пройдет на сцене с круговым обзором, который вращается на 360 градусов. В шоу примут участие более 1300 человек. А уже завтра пройдут первые соревнования. Южный Урал на этом турнире представит 7 атлетов. Владимир Иванов, Алексей Жердев, Анастасия Белякова, Дмитрий Махомедьяров, Денис Ярцев, Евгений Плохутин и Антон Булаев. 4 года назад на первых европейских играх в Баку сборная России одержала убедительную победу. В командном зачете завоевали 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей. Тогда южноуральцам удалось выиграть 7 наград. Дзюдоисты взяли 4 призовых места. Кирилл Денисов завоевал золото, а Ренат Саидов выиграл бронзу. В командных поединках по системе «Стенку на стенку» Денис Ярцев и Ренат Саидов стали бронзовыми призерами. Также Анастасия Белякова стала чемпионкой Евроигр по боксу. Бадминтонисты Владимир Иванов и Евгения Косецкая добыли серебро, а каратистка Ивана Зайцева – бронзу. На этом все. Далее смотрите происшествия. Елизавета Болдырева расскажет, какой срок грозит водителю элитной иномарки, который на большой скорости влетел на парковку и повредил три автомобиля. Лихач был пьян, и у него не было водительских прав. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова